Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события. С вами Марина Матвеевшина. И в ближайшие 25 минут вы узнаете все самое интересное, что произошло в Самаре на этой неделе. Коротко о главных темах выпуска. Ищут компромисс в региональном правительстве, обсуждают реформу об отмене социальных льгот для ветеранов и инвалидов. Последние штрихи. Глава Самары Олег Фурсов инспектирует, как идет ремонт визитных карточек города. Держит подрядчика в тонусе. Ремонт парка Металлургов близится к завершению. Неприкасаемых больше нет. Самарские власти намерены бороться с незаконной рекламой и на частных территориях. Смешались кони-люди до памятника Чапаеву, которому в следующем году стукнет 85, дошла скорая реставрационная помощь. Вернуть или оставить в региональном правительстве начали пересматривать реформу мер соцподдержки различных категорий граждан. В том числе ветеранов труда и работающих пенсионеров. А также льготного проезда на общественном транспорте. На этой неделе прошло первое заседание рабочей группы по этому вопросу. В нее по инициативе в Рио губернатора вошли члены правительства, депутаты губернской думы и представители общественности. По мнению Дмитрия Азарова, рабочей группе необходимо проанализировать текущую ситуацию по предоставлению мер социальной поддержки. Эти вопросы очень волнуют людей, и поэтому нужно глубже вникнуть в ситуацию и найти решение. Мы вместе найдем выход из сложившейся ситуации, вместе определим те решения, которые сегодня мы сможем реализовать в условиях жестких бюджетных ограничений. Площадь Куйбышева, набережная и Струковский сад. Уже совсем скоро, а именно в ноябре, любимые самарцами места предстанут в обновленном виде. Капитальный ремонт заканчивается на всех трех площадках. Глава города проверил, как идут работы, и наша съемочная группа тоже посмотрела, что происходит на стройплощадках. Уже 7 ноября по самой большой площади Европы пойдет парад памяти. Рабочие планируют закончить ремонт через три недели. Осталось доделать один сквер, закончить внутреннюю отделку туалета, смонтировать флагштоки и установить ограждение. Самое главное, что нас погода пугала, это асфальтирование. Мы его своевременно закончили, то есть здесь проблем никаких нет. По плиточному покрытию тоже мы, я надеюсь, закончим. Сейчас усиленные бригады встали на плиточное покрытие. Но в остальном погода нас не пугает. Если с площадью Куйбышева проблем нет, то в Струковском саду рабочие со сроками несколько отстают. Глава города проверяет ход работ. С прошлого посещения подрядчик увеличил количество рабочих и ускорил темпы. На многих дорожках уже уложена плитка, завершается ремонт ограждений, меняют бортовой камень, устанавливают новые фонари. Склоны укрывают рулонным газоном. Подходят к завершению работы на четвертой очереди набережной. Смонтировали почти все лестницы, осталось немного и обновленные стелы ладья предстанет перед горожанами во всей своей красе. Уже видно, где будет располагаться фонтан. В принципе, все строительные работы у нас завершены. Сейчас идет внутри фонтана прокладка трубопроводов, которые будете посредственно уже создавать вид фонтана и сопла, и выпускать. Обвязка, да. Обвязка фонтана. Герметизационные работы. Фонтан как будет работать? Вот там, расскажите, он каскадный у нас получается, да? Да, сверху чаши, вода будет приезжать на вторую чашу, с третьей, с третьей на ней. А струи где у нас? На верхнем ерусе. Их будет 26 штук, они будут во всех чашах находиться. Все три объекта капитально ремонтируют в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Это знаковые площадки, они стали символами нашей Самары. Я принял решение каждую неделю выезжать с инспекции по всем объектам, поэтому будем стараться подрядчиков держать в неком таком тонусе, подсказывать им, ну и при необходимости помогать. Подрядчики постоянно отчитываются перед городскими властями, но главная ответственность перед самарцами. Горожане неравнодушны к происходящему на площадках и очень чутко следят за работами и их качеством. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Капитальный ремонт спустя полвека в Самаре в преддверии Чемпионата мира по футболу приводит в порядок парк металлургов. Уже готовы новые детские и спортивные площадки. Сейчас обновляют пешеходные дорожки, сцену и лестницы. Когда можно будет прогуляться по отремонтированному парку, знает Алина Чемерес. Парк созданный почти полвека назад по инициативе сотрудников завода металлург. Пока главные гости здесь дикие утки. Встречать жителей парк не готов. Проводится капитальный ремонт. Впервые. Проверить, как идут работы, прибывает комиссия под руководством главы Самары Олега Фурсова. Ему показывают. Сейчас здесь укладывают новую татуарную плитку, ремонтируют лестницы, асфальтируют дорожки. Уже привели в порядок детскую площадку. Красиво сделано. Да, очень красиво. И вы знаете, что в любое время погода. Это же вот не было, да? Не было, не было. У нас было время, когда сюда невозможно было ходить. Лужи, грязь. А сейчас это вообще что-то. Очень нравится. Ну, спасибо вам за добрые слова, потому что нам важно. Правильно мы делаем или, может быть, ошибаемся. Парк «Пятидесятилетие октября», больше известный как парк металлургов, приводит в порядок в три этапа. Ремонт начался в августе. На это направлено почти 230 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы подрядчик вовремя в срок завершил первый этап. Потом начнется второй этап. Это электрика, это ремонт фонтанов, это ремонт насосной для царевны лебедь. То есть все, что можно делать зимой. Эти работы завершатся к Рождеству. И следующий этап, это третий этап, это территория. Далее по парку, это озеленение. Здесь высадят деревья, смонтируют систему автополива, укрепят берега озера, установят новые уличные светильники. На каждом этапе ремонт тщательно контролируют местные администрации и общественники. Пока подрядчик в график укладывается, уже начали устраивать новое футбольное поле. Что должно появиться в обновленном парке, решали вместе с жителями. На сходах жителей, которые мы проводили в прошлом году, мы также обсуждали эти вопросы. У нас было обсуждение. Даже обсуждая старую танцевальную площадку, было принято решение ее более модернизировать, сделать современный вид у нее. И чтобы была возможность использовать в зимнее время для заливки льда. Также от жителей поступило обращение установить в парке мемориальную табличку первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочелову. Он стоял у истоков создания парка. Глава города пообещал сформировать рабочую группу. Также отметил, очень важно не просто отремонтировать парк, восстановить его в первозданном виде. Я думаю, что парк станет излюбленным местом горожан, особенно тех, кто здесь воспитывал детей, у кого проходила юность. Мы возвращаем былой интерес к этому парку. И вот те отзывы людей, с которыми мы сегодня пообщались, говорят о том, что мы движемся в очень правильном направлении. Работы ведутся качественно. Полагаю, что жители останутся довольны. Завершить работы по ремонту парка металлургов планируют к 9 мая. И уже во время чемпионата мира здесь могут прогуливаться местные жители и иностранные туристы. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Новая жизнь дворца культуры. Нефтяник скоро вновь откроется для посетителей. Он был построен осенью 1955-го и до прошлого года ни разу не ремонтировался. Сегодня здесь обновили фасад, привели в порядок классы для занятий творческих коллективов. Вскоре настанет черед зала и сцены. Есть, правда, и недочеты. Глава Самары Олег Фурсов высказал ряд замечаний. Какие именно, расскажет Мариана Мирная. Это единственный культурный объект во всем Куйбышевском районе. Работы здесь ведутся уже второй год. На сумму в 109 миллионов рублей отремонтирован фасад, восстановлены исторические люстры, мраморные полы и лестницы. Ремонт идет, но медленно. Глава Самары Олег Фурсов приехал в ДК проверить, какие проблемы у подрядчиков и как скоро они с ними справятся. Вы вручную делаете? Нет, машинка. Машинки? Машинки, да. А у вас здесь нет? Нет, машинка сейчас нет. Давайте договоримся, что я здесь приеду, посмотрю, приводите в машинку, я посмотрю, чем шли. Противопожарный занавес старый остается здесь? Мы делаем пропитку уже существующей новой конструкции. Сейчас нету прямых обязательств на то, чтобы делали противопожарный занавес. Покрытие сцены? Покрытие сцены. Там у нас идет пропитка, ее огнебиозащита, и потом, конечно, очень качественный полудный лак. Несмотря на некоторую задержку, большая часть работы выполнена. Остались важные, но все же детали. Для творческих коллективов и кружков уже готовы классы для занятий. В концертный зал привезены кулисы. Работа сложная, и у городских властей есть претензии, которые подрядчику придется устранять в ближайшее время. Отделочные работы, фрагменты отделочных работ, работы по покраске паркета, по применению правильных технологий, вопросы по дверям, по качеству изготовления этих дверей. Ну, таких достаточно у нас деталей, на которые стоит обратить внимание. Дом культуры «Нефтяник» постепенно становится очень уютным. Здесь установлена новая система теплоснабжения, и теперь зрителям не придется кутаться в куртке. Уже готовы кресла в количестве 500 штук, а самое главное – делается сцена с поворотным механизмом, что позволит давать здесь спектакли с меняющимися декорациями. Мариана Мирная, Константин Головин, События. И новость, которую ждут все автомобилисты Самары. Движение на Южном мосту будет полностью открыто в эти выходные. По обеим полосам. Ремонт, который начали в апреле, подходит к завершению. Что сделано и что осталось доделать? Подробности в нашем следующем сюжете. Уже в конце этой недели движение на Южном мосту будет восстановлено по обеим полосам. За время ремонта были заменены перильные ограждения, опоры, освещение, уложено новое асфальтобетонное покрытие и на самом мосту, и на проезжей части, и на тротуарах. Были отремонтированы дешевизионные швы. Это, может быть, вы помните, в то время, когда здесь очень много было шума по поводу того, что мост будто бы разъезжался и было видно внизу через мост. Так вот, это все было устранено. И на сегодняшний день при завершении работ все будет. Общая сумма контракта – 524 миллиона рублей. Изначально срок сдачи был назначен на 2018 год. Но подрядчик, понимая, насколько важной артерией является мост, приложил все усилия, чтобы управиться раньше. Особое внимание уделили безопасности и предотвращению аварийных ситуаций. Теперь здесь установлены барьерные ограждения, которые в случае ЧП способны удержать транспорт практически любой массы. Ремонт Южного моста начался в апреле этого года. Была перекрыта левая сторона. А уже в июле рабочие перешли на правую часть перехода. В сентябре подрядчик говорил о том, что мост откроют досрочно в начале ноября. Но практически круглосуточные темпы позволяют сделать это еще раньше. Этот объект, он стратегическим является. И заселение Южного города, проезды на ту сторону Самарки, безусловно, очень важны для наших жителей. И мы были заинтересованы в том, чтобы эти сроки были как можно уже. Но когда сокращаются сроки, страдает качество работы. Эти проверки осуществляются для того, чтобы это не повлияло на качество работы. Контроль качества очень жесткий, как со стороны городской администрации, так и со стороны депутатского корпуса. Подрядчик дает гарантию на свои работы 5 лет. Марьяна Мирная, Дмитрий Мишканцов. События. Все дороги ведут к стадиону. Завершается строительство улицы Самара-Арена. Она соединит Волжское шоссе и Демократическую. До конца ноября должны закончить стройку и приступить к благоустройству. Марьяна Мирная продолжит. На двух из трех проездов к стадиону Самара-Арена укладывается асфальт. Двухслойное покрытие, под которым песок и щебень. Также построены ливневки, вода из которых будет уходить в локальные очистные сооружения. В Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как строят новую дорогу. Есть некоторые сложности, связанные с проектированием. И сейчас исполнителям работ зачастую приходится согласовывать изменения буквально с колес, что называется. Для этого в оперативном режиме работает штаб. Для этого в оперативном режиме решаются вопросы с инженерными компаниями, с теплоэнергетическими компаниями, с энергоресурсопоставщиками. Для того, чтобы, если есть какие-то отклонения от проекта, вопрос решался немедленно. День и ночь здесь работает 80 единиц техники, около 100 человек. Ведь день Х приближается. 1 декабря подрядчики должны сдать объект. Самая большая проблема – это погода. Потому что мы сначала работаем по земляному полотну. Мы выводим в отметку землю, строительство ливневой канализации. И даже там часовой дождь на 3-4 дня останавливает всю работу. Потому что мы не можем заехать элементарно технику. Для автомобилистов дорогу откроют только после организации схемы дорожного движения и когда установят освещение. По плану это произойдет не раньше весны будущего года. Сегодня вся территория возле стадиона, как и сам стадион, это одна огромная строительная площадка. Но день дорожника этим рабочим отмечать некогда. Трудится в круглосуточном режиме. Совсем скоро здесь будет уложен новый асфальт, после чего будет установлено ограждение и уложен газон. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Последний звонок там не зазвенит, экзамены там не сдадут, по крайней мере в этом году. 46-ю Самарскую школу ждет капитальный ремонт. Проект реконструкции зданий и решения проблем, с которыми сталкиваются школьники в других учебных заведениях, обсудили на заседании специальной комиссии. Когда учеников примет обновленный альмаматор, знает Андрей Горгуленко. Сейчас ученики 46-й школы учатся в пяти различных учебных заведениях. Но в каждом из них руководство школы постаралось создать все необходимые условия для детей. Самые большие работы по подготовке помещений прошли в центре подросток. Там установили освещение, соответствующее нормам, обустроили дорогу к зданию и выделили отдельный кабинет для обедов. Те проблемы, которые были обозначены, это организация помещений для приема пищи, это очень важно, и решение проблемы конкретного третьего Д-класса, определенное новое место для обучения этих детей. Третий Д первоначально разместили в Самарской гуманитарной академии, но условия для обучения оказались неподходящие. Теперь школьников приютят либо в 78-й, либо в 139-й школах. Сейчас здание готовится к капитальному ремонту. Уже подготовлены документы для организации торгов и разработки проекта. Они должны будут провести обследование, потом по итогам обследования перейти к проекту. И мы очень рассчитываем, что по решению КЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям до 1 сентября, документация в полном объеме у нас будет. Мы даже рассчитываем, что она будет несколько раньше. Департаментом градостроительства Самары производятся расчеты предварительной стоимости работ. После этого власти города планируют обратиться с финансовой заявкой в правительство Самарской области. Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности губернаторы Дмитрий Азаров дал поручение создать также областную рабочую группу и поставил задачу сформировать четкий график работы в здании школы. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Учиться в исторической атмосфере. В Самаре реставрируют памятники культурного наследия, в которых сейчас размещены школы. За процессом пристально наблюдают городские власти. Все работы должны вестись по всем правилам техники безопасности, завершиться в срок и при этом здания должны сохранить исторический облик. Подробности в нашем сюжете. Одно из самых нарядных зданий Самары, доходный дом Нуйчева, переживает второе рождение. Крыша отреставрирована, сейчас обновляется фасад. Задача не из простых. Стены украшают множество узнаваемых элементов. Здание постройки начала 19 века. Сначала здесь была гимназия сестер Харитоновых, в советское время школа, а сейчас Самарский технический лицей. Как идут реставрационные работы, Департамент образования города по поручению главы проверяет еженедельно. Продолжаются процессы в доме Шабановых на площади революции. Сейчас здесь делают фасад, кровлю, к весне восстановят кованый балкон. Но самое интересное, зданию вернут большие керамические вазоны, которые стояли на столбиках по всему периметру крыши. У нас сохранилось на фотографии, и больше того, мы нашли осколки этих вазонов на чердаке этого здания. То есть когда-то, когда ремонтировали, когда они там, допустим, сносились как ненужный элемент, они сохранились зато на фасаде. Мы в итоге по осколкам, ну как археологи, восстановили эти вазоны. Они сейчас у нас именно в осколках, он есть, собранный уже такой вазон. В этом здании разместится учреждение дополнительного образования «Мечта». Городские власти уверены, в таких старинных домах и учеба будет особенной и неповторимой. Это совершенно особая идеология, что ли, да, потому что это не только здание, не просто помещение, это не место, куда ребенок пришел в четыре стены. Это аура определенная, историческая, культурная, эстетическая. И то, что это отдано школьникам, то, что это отдано детям, ну это очень здорово. Обновляется и внешний вид 63-й школы. Здесь ремонтируют фасад. Чтобы это было безопасно для учеников, все основные работы проходят по вечерам и в выходные. Но к сроку, обещают подрядчики, работы будут завершены полностью и без потери качества. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. И забор их не спасет. Городские власти теперь будут очищать Самару от незаконных рекламных конструкций, установленных на частных территориях. Пока счетов только сдирали рекламные баннеры, но уже через месяц их демонтируют. Андрей Горгуленко уверен, у нелегалов не осталось ни малейшего шанса. На земле, которой распоряжаются городские власти, незаконной рекламы стало в 6 раз меньше, чем в начале года. Только с июля с улиц города убрали 132 незаконные рекламные конструкции. И теперь в центре внимания власти нелегальные счеты, установленные на частных территориях. Неделю назад был заключен муниципальный контракт с целью проведения демонтажных работ. Несколько несложных движений и баннеры покидают свое рабочее место. Теперь они будут храниться у подрядчика. А чтобы забрать свою рекламу, организациям нужно выплатить немалый штраф. Информация о незаконных рекламных счетах передается и в полицию, где устанавливают собственника счета. Ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Пока рекламу только срывают с конструкций, но скоро и их будут демонтировать. Для этого уже выносят предписания владельцам. И если в течение месяца они не уберут счет сами, тогда за работу возьмется Департамент городского хозяйства и экологии. После чего выставляется счет за понесенные расходы. Мы пытаемся донести до них. Не размещайте рекламу на незаконных счетах. Это в любом случае понесет ваши убытки. Это первое. А второе, ряд фотографий будут переданы в правоохранительные органы. Со счетов, установленных на частных территориях, только за сегодня сорвали 30 незаконных реклам. Всего в планах 111 баннеров во всех районах города. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Как напечатать пулемет на 3D-принтере? Куда устремлен взгляд Анки и когда Василию Ивановичу вернут шашку? Возле драматического театра идет реставрация памятника легендарному Чапаеву. В тонкостях разбиралась Мариана Мирная. Установить металлические скобы. Скобы крепятся, просверливаются отверстия. Не менее 10 сантиметров глубиной. Г-образная скоба. Виктор Трошин художник по камню. К памятнику Чапаеву относится как к родному. Перед тем, как приступить к работе, изучил всех героев композиции. Анка, значит, вымышленный герой. Анка, как и Петька. Оба вымышленные героя. Вы посмотрите на Анкин взгляд. Значит, смотрит будущее. Будущее вроде бы и не за горами. Памятник был открыт в 1932 году. Над созданием трудился скульптор Матвей Манезер. Чапаев неоднократно становился жертвой охотников за драк металлами. Многие элементы сохранились только на архивных фотографиях. В 1960-м скульптурную композицию стали ремонтировать, но с нарушениями. Довольно значительная часть снимаемых, которые способны были к снятию элементов, они действительно были сняты и потом сделаны. И сделаны, скажем так, достаточно приблизительно. Так как топ-пулемет, завершение винтовок. Они превратились в карабины у нас в какой-то момент. То есть кто-то решил, что оружие, оружие, все равно. Реставраторы говорят, Василий Иванович постарел. И как у любого человека, у него появились болячки, которые нужно вылечить. Деньги на лечение собрали совместно из городского и областного бюджетов. Мы помним, что это объект культурного наследия федерального значения. И все то, что остается, это максимально сохраняется. То есть у нас нет задачи заменить все на новые материалы. Будут восстановлены элементы утраченной. И элементы, которые были восстановлены, но не по проекту Монизера, который создал этот памятник. Работа по реставрации Чапаева ведется по всем фронтам. Непосредственно на памятнике и здесь, в литейном цехе политеха. Держатели штыков, сами штыки, пулеметы, саблю Василия Ивановича, которые, естественно, сохранились в единственном экземпляре, печатают на 3D-принтере. Это держатель штыка на винтовку. Элемент держателя штыка на винтовку. Да, ну вот здесь видно 3D-модель отливки, по которой мы будем его отливать в центре литейных технологий. И вот элемент деталей, напечатанной на 3D-принтере. После этого, когда мы соберем полностью деталь, макет детали, модель детали, мы передадим в цех литейный и уже будем осуществлять заливку. Такая система позволяет сделать качественные дорогостоящие детали, которые в точности будут соответствовать оригиналу. Не печальтесь, Василий Иванович, будет у вас и пулемет, и шашка. Реставрационные работы Чапаева завершатся в конце октября-начале ноября. Вандалам вход строго запрещен. На территории памятника будет дежурить охрана. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Домики на ножках отправились в Сочи. Правда, пока не на своих восьмих, а на транспорте. Но то ли еще будет. Разработчики из политех, архитекторы и инженеры вместе придумали мега-роботов под названием «Ларифуга». Это такой прообраз архитектуры будущего. Что умеют роботы и зачем они отправляются на юг, расскажет Марьяна Мирная. В левом углу ринга «Ларифуга» красная, в правом – синяя. Соревноваться два передвижных домика уже послезавтра будут в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мы их, конечно, делаем в основном для космоса, потому что у нас проект по космосу. Но только мы не авиацию имеем в виду, а имеем в виду строительно-космическое производство. Это одна из типологий, которая будет использоваться на Луне и на Марсе, шагать. А сейчас мы проводим испытания здесь. «Ларифуга» с латинского переводится как «бродяга». Это прототип ходячей архитектуры. И, как надеются разработчики, недалекое будущее. Подобные конструкции уже создавались ранее трижды. Самарская схема – всего четвертая в мире. И признана научным сообществом самой удачной. Управляются эти избушки на курьих ножках умной перчаткой. Тоже разработка студента политеха. Она может соединяться по блютузу с любым устройством. Перчатка просто надевается, как, собственно, и обычная перчатка. И все. Она может распознавать некоторые простые жесты. То есть наклоны, повороты и движение пальцев. Если мы сжимаем руку в кулак, то ларифуга ползет назад. Если разжимаем руку, то она идет вперед. Наклоны, соответственно, позволяют ногам вращаться в разные стороны. И скорость движения регулируется углом большого пальца. Опытные экспонаты пока не идеальны, но уже близки к совершенству. В итоге должны получиться конструкции, в которой поместится человек, стол, стул и все необходимое для работы. Мариана Мирная, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok